уже семьи довольно известного человека геолога есть место многое следовал в казахстане и есть место козыревка село казахстане названы в честь вот моего деда отца николай саныча по материнской линии он происходил из семьи тоже очень известные купцов шахабалов самарских и вот один из исследователей продолжателей козырева теоретическое отношение лаврентий семёныч шахабалов о котором я буду сегодня говорить он как раз моим троюродный брат николай санчетом и троюродный дядя вы видите здесь фотографию молодых людей здесь нет четвертого сына александра адриановича это алексей он младший брат вот здесь вот маленький николай санчеве эти сестры елена и юлия рядом с ним вот на левой фотографии а алексей еще нет он умер последний из семьи ну пулковская обсерватория это то место с которым связана вся жизнь фактически николай александрович вот ее реконструкция тех времен до революционных как она выглядела в обсерваторию николай санчев попал после получения образования в образовании своем он прошел два вуза причем вот его дворянское происхождение не позволило ему поступить сразу в университет это было запрещено поэтому он заканчивал сначала педагогические институты предполагалось что она законов но был переведен из педагогического по уже настояние его научных руководителей на третьем насколько я помню курсе он перешел в ленинградский университет там были тоже истории смешные вот моя тетя юля вот то что вы видели старшая сестра на фотографии она рассказывала как брат николай александрович просил ее подправить зачетную книжку потому что нужно было чтобы физика была у него для переда перевода а физиковую была очень слабенькая физика была практическая и вот юлия александровна вспоминала как она вписывал туда физика с тракт не просто физика правда физика с вот это с она вставлял туда зачетку и в результате перевод состоялся аристарха полуночь белопольский учитель николай саныча до сих пор вот в википедии наша представляет как основоположника советской астрофизики действительно крупный ученый который привил николай саныча вот этот метод спектрографических которые только он собственно начал вводить в исследование и к аристарха полуночью отец попал вместе с амбарцумяна вот тогда началась их многолетняя дружба виктор амбарцумян а николай козырев и дмитрий рабкин третий астрон самый близкий друг николай саныча которым очень мало известно потому что он не успел раскрыться к сожалению вот он как и многие другие не вернулся из гула он был репестирован вместе с николай александровичем происходило из старинного рода и рубкиных и вот митя рубкина очень любил отец вот они дружили и они так называли их неразлучные троицы в кулкове они были известны массой своих шуток вот шутили они крепко в то время вот например там нелюбимому директору герсимовичу они заказали значит похоронный венок ну вот такого рода шутки были или например когда они катались на лодках в павловске митий рабкин с козырем сговорились и выбросили барсумиана за борт просто в полной одежде и так далее потом они вспоминали что насколько хитер оказался барсумиан он не стал всплывать он не умел плавать и когда они увидели что-то минуты не появляется человек на поверхности они бросились за ним вместе вдвоем вытащили его из лодки и спросили за что что почему не пытался барахтаться он говорит а я сразу понял что вы будете смеяться я буду мокрый один нет пускай вы трое все трое научная деятельность развивалась очень бурно здесь мы видим молодых ученых слева направо вот как раз амбарсумиан потом николай козырев потом индийский астроном чадра сукар перепелкин и вот справа метеероптин здесь можно я хочу процитировать немножко мы лет сергеевна шагиняна которая была вы знаете наверно поклонницы никого александровича писала о нем не раз вот как она описывает эти годы с 1931 года он старший научный сотрудник пулкова но в то же время он ассистент по кафедре математики в ленинградском институте инженеров путей сообщения преподаватель мореходной астрономии военно-морском училище имени фрунзе профессор астрономии в педагогическом институте старший научный сотрудник университетской обсерватории кажется нет дороги закрыты для него нет вещи недоступны ему 28 лет его элегантной манере математического мышления его лаконичные по ленинградске слегка картавая речи его точной форме изложения соответствует и типичный облик ленинградцев сухощаво стройная фигура строгая выправка и сине льдисты до неподвижности пристальные глаза словно наглотавшиеся звездного сияния с ним переписываются видные астрономы всего мира в его большой квартире с месяц гостит чадра сикар делая по утрам свою гимнастику йогов блестящее начало ученого поприще действительно работы по протяженным фотосферам двойных звезд вошли в историю науки как теория козырева чадра сикара были несколько публикации по публикации в королевском вестнике астрономическом но вот все это прерывается в связи с началом вот еще несколько фотографий здесь вместе с амбарцумианом и вот фотография физиков здесь козырев амбарцумиан ландау и бронштейн вместе за тоже тех лет все обрывается в тридцать в том году когда начались и прессии да еще вот гамов еще на знакомств этих лет но с гамовым николай санч долго поддерживала отношения вы знаете что гамов эмигрировал тогда притом он действительно просто таким образом совершенно авантюрным покинул россию переплыв на матрасе из крыма в турцию этот побег готовился да ну вот программа тоже такая семейная история есть у него получен вообще был экстравагантный человек как папа рассказывал например он ходил на лекции берет с собой маленького крокодильщика на поводке и сажал рядом на кафедре еще когда даже у него был очень тоненький голосок и вот у нас такой семейный анекдот передавался действительно исторически когда юлия николаевна мама николай александровича шахабалова уже очень плохо слышала тогда вот начал входить телефон у папы был телефон дома и один раз был звонок и дома звонил позовите николай александровича нагреть его нет дома тогда передайте пожалуйста что звонил гамов вот своим тоненьким голоском она еще раз повторите пожалуйста повторил раза три она когда я слышу что звонит дама но какая да ну вот при еще при а директоре балакине видите 89 год здесь указано в то время когда мы начали получать документы официальные о том что происходило с людьми во время большого террора был запрос в кгб о судьбе астрономов и тогда были получены уже официальные данные справка развернутая о судьбе пулковских астрономов и здесь значит мы в том числе и дедаев приводит уже точные данные николай санч был арестован в 36 году вот здесь написано что второй половине 36-го первой половине 37 года было это дело заведено и мы видим вот это вот сейчас странно поверить что такие нелепости могли быть значит полега ленинградского управления в нквд при городской области по подозрению участие вдумайтесь фашистской троцкистка зимой не в зимойевской террористической организации возникших 1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержения советской власти восстановление на территории ссср фашистской диктатуры здесь указано внизу что свыше 100 человек вот это свыше иногда некоторые свидетели того времени довольно почти 200 человек но вот официально это свыше 100 здесь говорится о видите научных работников и специалистов но надо добавить что почти у всех жены были арестованы и получили сроки так что действительно цифры близко к 200 из этих 200 живыми вернулись насколько я знаю три человека а к научной деятельности вернулся один год это тоже вот тот факт который 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 за николаевич для даев обращает внимание здесь конечно не обошлось наверно без чудо то что он вернулся дважды он был при смерти совсем при смерти и в общем довольно чудесным образом оставался живым спасибо известно это дело еще как делала гумерова ларис номеров был назначен главой этой организации вот притом там возникали совершенно случайные люди как мне папа рассказывать да главой заговорщик он был расстрелян вот например не знаю уж откуда я точно помню эти сведения как папа рассказывал что например исполнителем убийства сталина был назначен человек случайно оказавшийся в гостинице вместе с номером летчик какой вот таким образом просто ну выбивали показания из людей они вызывали всех кого за по поводу причин вот здесь есть довольно интересная статья роберта маккачина американского исследователя который потом долгое время был советником американского посла по ядерной физике у нас в стране мы с ним лично знакомо тогда еще в конце восьмидесятых приезжал в ленинград собирать сведения вот отделе пулковского написал несколько статей вы видите она называется сталинская чистка советской астрономии и улитка красном введена цифры он говорит от 25 до 30 астроном то есть 10-15 процентов в целом советская астрономия в другой справке уже написаны советскими академиками указывал цифра одна треть состава ведущего была потеряна и маккачин говорит что это самое тяжелое что странами пострадал даже больше чем биология хотя про биологии мы много знаем причины этого но были внешние такие события вроде дела ворнова если это интересно то я потом расскажу и было видимо мошенническое совершенно дело проходимец молодой который заявил о том что он изобрел новый метод исчисления планет который потом успел напечатать в немецком журнале солидному статью такой астрономический лысенко да 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 но при этом очень молодой человек вот которого по недогляду герасимович взял из ташкентской обсерватории к себе вот разместил его статью в немецком журнале а потом выяснилось что никакого метода нет а просто он пририсовывал дополнительные цифры значит более точного расчета пришлось писать опровержение в немецкий журнал о том что он тоже болен оказался но и так далее вот после этого появилась первая разгромная статья статья которая называлась лестница славы от 4 июня 2006 года в ленинградской правде и там упоминалось в частности в трении между герасимовичем и группой молодых ученых козыревым и рыбкиным потому что там возникли и финансовые разные трудности из которых молодые ученые были уволены потом восстановлены по решению суда и в общем в операторе стало попадать в поле зрения прессы вторая статья вышла очень скоро который назывался рыцари рыболепия и вот там уже что звучало обвинение в низком поклонстве перед западом и наверное все таки макачин прав в том что основная эта причина была очень тесная связь полкова с границей то есть сама начала с историю еще со времен струбы полковская литературе воспринималась как некоторое значит филиал немецкой науки на территории россии связи были слишком тесным для того времени и поэтому видимо действительно подозрение возможностям возможным так сказать шпионстве и так далее они попали в поле зрения вот 6 ноября 36 года николай саныч был арестован на балу посвященным как вы догадываетесь годовщине революции в юсуповском дворце вот здесь он представлен знаменитое здание как вы наверно знаете где убит распутин был и тогда это был дом архитекторов дворец архитектор довольно скоро он оказался вот в поселке в норильске налил лаги здесь уникальная фотография которую через мемориал достал поселок норильск сороковые годы и вот с этим периодом жизни николай сяно сейчас связаны и первые как ни странное очень серьезные теоретические построения которыми он занимался еще до того как попал в норильск а именно во владимирском централе где он находился в тюремное заключение в течение двух лет после того как в мае 37 года прозвучал приговор вот до лета 39 года он провел в владимирском централе сначала двоем а потом когда с ума сошел его сокамерником он находился в одиночке эти это время получила описание очень важные для николай сяночей для истории особенно связанные с его пребыванием в карцере примерно как это выглядело место где он провел шесть суток при нулевой температуре фактически да да я связывает с этой истории которая описана александр сяночим сложинистом как пример пыточных условий он связывает происхождение теории времени я с ним не согласен в этом не раз говорили об этом эпизоде действительно как папа рассказывал он на какой-то день на второй или на третий даже он думал что он умрет за сутки там но потом появилось внутреннее тепло которое стало его согревать вот и каким-то образом он действительно увидел ощутил возможности ресурсов человеческого организма но все-таки теория времени он сам не связывал напрямую с этими эпизодом вот он связывал его в целом с тюремным этим опытом и описанная александр исаевичем другой эпизод здесь более важен и значим наверно можно скажите какие годы он был в Владимирском централе значит с мая тридцать седьмого по лето тридцать девятого вы не знаете дело в том что там Данил Андреев был в Владимирском централе они почти 1 год у них 2 года разница и тоже Данил Андреев рассказывал примерно такие же вещи как внутреннее тепло да какой-то откуда силы и радость и так далее прозрение были они не были знакомы нет и конечно там они не могли вспомнить они вообще к сожалению понимаете всегда очень жалко что много чего не не спрашиваешь во время поэтому какие-то вещи совсем ушли я боюсь что они не будут восстановлены например рассказывая об отношении папы с Циолковским я очень смутно помню этого нигде нет в биографии но они переписывались переписывались Циолковский присылал письма свои с идеями насколько я помню не очень серьезно отнесся к ним отец к этим письмам о чем может быть и сожалел это да это эти вот эти документы до ареста они исчезли а это было 2 вот я хотел бы здесь прочесть один отрывок более важный на мой взгляд из книги Николая Александровича вот здесь то что мы очень ценим автограф Солженицына подарок свой один день Иван Денисовича книга вот здесь Николай Александрович Козырев восхищаясь его мужеством и преклоняясь перед его трудом в 63 году как мы видим этот автограф сделан и дружба Николая Александровича продолжалась до конца до высылки Солженицына из нашей страны и надо сказать что и Александр Александрович помнил об этом мне говорил представитель его фонда в Петербурге мы один раз встречались он сказал что Солженицын когда назначал его сказал что меня особенно интересует судьбы двух людей это вот Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Николай Александрович Козырев из петербуржцев то есть он о нем помнил притом сам Солженицын как вы знаете преподавал физику имел образование физически интересовался теорию есть письма Александра Александровича в которых он пытается даже давать советы Николаю Солженицу как развивать теорию настаивает на том что вы должны бросить теоретические выплатки сцентрироваться на одном но абсолютно достоверном опыте который всех убедит вот и так далее есть еще один очень важный документ это набросок манускрипт Николая Александровича в котором он в те же годы пишет не в те же годы в 70-е годы еще пишет свой отзыв о книге архипелаг ГУЛАГ который он тогда читал как вы понимаете тогда одно нахождение этой книги в доме могло быть причиной для ареста вот здесь я прочту этот кусочек архипелаг ГУЛАГ это грандиозная эпопея становления и развития системы насилия и жестокости система в которой сочеталась экономическая выгода с политической задачей устранения человека и истребление в нем даже намека на свободную независимую мысль поражают историческая точность и полнота описания этих страшных событий и вместе с тем силы удивительной книги не в этом а в проникновенном художественном чувстве правды и душевной красоты наше время всему человечеству важно знать что попытка подавления души человека желание растоптать и превратить его в грязь несмотря на огромные возможности тотальной организации никогда не может удастся чтение книги глава за главой убеждают в этом и создают уверенность в вечном торжестве света и правды вот так высоко оценивал отец книгу александр исаевич и он ценил точность исторического изложения событий в том числе и того эпизода который который действительно совершенно особенный сейчас я прочту этот кусочек если каждое утро первое что ты видишь глаза твоего обезумевшего однокамерника чем самому тебе спастись наступающий день николай санчу козырев чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом спасался только мыслями о вечном беспредельном на мировом порядке и высшем духе о звездах об их внутреннем состоянии и о том что же такое есть время и ход времени и так стала ему открываться новая область физики только этим он и выжил в дмитровской тюрьме но в своих рассуждениях он уперся в забытые цифры дальше он строить не мог ему нужны были многие цифры откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой куда даже птичка не может влететь и ученый измолился господи я сделал все что мог но помоги мне помоги мне дальше в это время полагалось ему на 10 дней всего одна книга он был уже в камере один в небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий красного концерта демьяна бедного и они повторно приходили и приходили в камеру минуло полчаса после его молитву пришли сменять книгу и как всегда не спрашивая швырнули курс острофизе откуда она взялась представить было нельзя что такая есть библиотеки почувствуя недолго с этой встречи николай александрович накинулся и стал запоминать запоминать все что надо было сегодня что могло понадобиться потом прошло всего два дня еще восемь дней было на книгу и вдруг обход начальника тюрьмы он зорко заметил сразу давить вы по специальности астроном до отобрать эту книгу но мистический приход ее освободил пути для работы продолжены на ритском лагерь и дальше идет фраза так вот теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решетки вот именно этой истории николай санча служить за заканчивает первую часть книги и переходит ко второй который назвал вечное движение здесь я тоже чувствую какую-то перекличку идеи потому что основная идея николай санченко как раз вечное движение вечная молодость вселенной как потом назовет свою статью вот этот это событие действительно из ряда вон выходящий по меркам просто вот тех классических чудес третьего четвертого века которыми наполнены истории церкви это вполне так сказать событий того ранга дадаев очень интересно в своей биографии пытается объяснить это событие он говорит здесь может быть только два объяснения значит либо то что у николай санченко был какой-то тайный значит агент среди охраны которым он подбросил эту книгу что в общем этому нет никаких свидетельств я лично вам скажу что даже мысли об этом не было никогда у отца вот либо что это галлюцинации но если это галлюцинации то очень интересная поскольку цифры оказались верны как мы потом знаем те которым которым он напитался из этой книги так что оставим вообще без объяснения этот эту историю значит попав в норильский лагерь да во первых он попал уже то что называется доходяга вообще как там могла отказаться книга как посредина в этой проблеме и в библиотеке что она там могла делать это все это необъяснимая вещь вот он попал туда это я прекрасно помню как отец вспоминал чтобы я уже лежу матрасе мне уже можно не сидеть на что лежать днем нельзя но умирающие могут лежать он уже лежал и вдруг слышу открывается камера первый раз издалека издалека такой звук нарастающий открывается подряд все камеры и вот доходит до него говорить и входит начальник и спрашивает козырев вы встать можете не отвечает не знает что встать можете в лагерь поедете и тогда значит он встает выходит вы видите вот там я увидел это то что мы вспоминал потом дантофат увидел тени людей качающихся поддерживающих друг друга почти падающих медленно двигающихся по этому коридору вот он попал в норильский лагерь и там был еще один очень важный эпизод на котором тоже почти нет воспоминаний о том как как многие зеки делали написал маленькую записку попытались каким-то образом сообщить о том что едет в норильский лагерь родственников и они бросали эти записки из щелей вагона и был мальчишка который бегал и собирал записки непонятно откуда взявшись и что самое потрясающее то есть он эти записки потом отправлял он или родители его или как но вот эти записки дошли до сестер как они сообщили да да они писали на бумажке адрес его что я отправлена в такой-то лагер и когда второй раз умирал николай еще уже в норильском лагере после общих работ как он сам говорил на общих работ и сильно выживали несколько месяцев люди поэтому у него значит развилась водянка сердца после двух или трех месяцев работы и он тоже уже лежал как сказал этот липком как его называют не липком а липком называли за эти этих или лекарский помощник да фельдшер условно говоря он сказал что лежите просто подняв ноги вверх когда в один ноги были как фонарные столбы раздувшиеся вот больше ничем помочь не могу отец лежал в бараке когда пришла от сестер посылка с капосой с луком с какими-то очень важными вещами вот после этого выжив уже весной ищут а в твать вспоминал что он вышел как-то первый раз на воздух из барака и увидел как ящерица заползла к нему на сапог на черный сапог чтобы погреться и глядя на эту ящерицу вдруг понял что надо стараться выживать тогда и что под лежащей камень водой не течет что нужно что-то делать и вот тогда он пошел к начальству и сказал что он просит использовать его по назначению что он геодезист у нас астроном он работает со всеми приборами и так он попал на съемку то есть вот после этих всего лишь нескольких месяцев работы общих он попал на экспедицию на съемку озера и там он находился до второго суда в сорок первом году в конце года сорок первом октябре кажется он был повторно осужден таймурским судом почему было состряпано это дело трудно теперь сказать вот дадаев пишешь там с начальством конфликт из-за съемки мне понравилось геодезическая съемка геодезическая съемка что он оказал не там место где они хотели поставить какой-то ледник там но я не знаю мне кажется это надуманные вещи вот просто был там донос были какие-то свои отношения зависти или еще чего-то вот подранулся донос очень интересный о том что козырев сказал будто он спорит с энгельсом с его утверждением что ньютон это индуктивное все вот это было главное обвинение кроме этого обвинения было еще несколько о том что козырев заявлял что есенин хороший поэт что данаевский плохой композитор и что выделение всегда определяет сознание был суд притом у николай сачи был общественный защитник это вот мой грёстный отец и ближайший друг николай значит в течение всей жизни семьдесят первом году умерший это владимир георгиевич бэр ментомолог владимир георгиевич взялся быть общественным защитником тоже было чрезвычайно смешно потому что например одна из его защитных речей было в том что зачем говорите что есенин как будто я николай санеч только есенина любит вот он и считает очень хорошим поэтом николай гумилева например это только только абсолютная необразованность местного начальства спасла от того чтобы такая защита не превратилась это дополнительное осуждение да вот и в результате суд приговорил еще десяти годам плюс к тому что было 10 козырев написал апелляцию верховный суд рфс который заменил 10 лет на расстрел значит это расстрельный приговор он держал в руках уже и там это же есть эпизод который действительно подтверждают есть биографии часто отец спина что лев николаевич гумилев с которым они уже тогда дружили они как раз во время первой этой съемки сорок первого года работали вместе познакомились так вот николаевич увлекался хромантией как известно пока что попросил показать руку сказал ничего не 8 по расстрелу действительно был пересмотр верховного суда ссср который отменил этот приговор расстрельный и оставил в силе 10 лет ну и после этого были еще там разные истории но жизнь стала гораздо легче для николай сам счет после работы в этом комбинате где я здесь вот как написано сорок втором сорок третий недолго он был инженером теплоконтроля после чего устроил был расконвоирован и устроился в экспедицию потому что требовалось требовать специалисты геологические он в составе небольшой партии в результате вот вплоть до своего перевода в сорок пятом году на лубянку для пересмотра дела он проработал в экспедициях полных приключений разных вот путешествия вокруг норильска в основном в районе дудинки то руханска производил там метеорологические наблюдения он и лев николаевич гумилёв в соседней партии наверно встречаюсь и надо расходились вот попроска вам массу смешных историй про льва николаевича как тот придумал себя как ручей на ручей откроет новый придумать к нему название только на приручей злой крыс вот это все начальство отвергало переименовывали это все или история как рабочие подходит к николаевичу то сидит за картой наносит там какие-то точки мы немножечко скажем так дорисовывая то что нужно было сделать в поле и вот рабочие сзади подходят смотрит лев николаевич а ведь это туфта понимаешь что много не туфта интерполяция но там отношения с рабочими были интересны потому что как и и козырев так и гумилёв они были начальниками партии но при этом поскольку они были политические брали из блатных рабочих социально близких оружие выдавалось их подчиненным так что отношения строились там интересные живописные писали да да здесь памятник норильский много есть воспоминаний сейчас сергей щеглов норильский как он тоже себе такой псевдоним взял выпустил книгу время и звезды козырева с интереснейшими воспоминаниями тоже бывших кузников гулага вот с ними поддерживал отношения папы часто они собирались дома и мурухтанов юрий блюма как я помню блин вообще вот совсем человек необразованный лесничек потом работал вот это все были такие друзья значит вот было письмо здесь мы видим его действительно документ который был подписан вавиловым инициатором его главным был григорий абрама чешай председателя астономического совета и потом начальника николая санча в семейской обсерватории и михайлов вы видите что здесь написано значит что козыреву сейчас 35 лет 35 лет есть можно точно датировать что это август 44 года еще не исполнилось 2 сентября родился николай санча действительно ему 35 еще было и они требуют просит возвращение в связи с полной разрухой после войны астрономии необходимости восстанавливать действительно это было слышно был переведен на лубянку николай санча где тоже с ним произошел очень важный эпизод но я боюсь что его уже затянуло время если потом интересно будет я расскажу вот мы видим фотографию из биографии гумилёва льва николая сейчас была издана такой толстый томовую биографии там видите с таким подписи друзья лагерники фотографии 57 года действительно они дружили и и одна поездка была очень значима для николай санча вместе они поехали на сахалин для того чтобы участвовать в археологической экспедиции и там у них произошла борьба за руку и сердце риму васильный чубаровой тогда вот уроженки тех мест хабаровская из хабаровского казачества дальневосточного собственно в резисе вы снова видите меня и моего брата вот она стала женой николай саныча в общем и это был его третий и последний брак у него жизнь складывалась в этом отношении удачно вот до этого еще был у него гражданский брак от которого родился еще один сын у нихались на четыре сына вот и второй после александр николай николай николаевич родился до ареста от веры николай кожиные которая вот была арестована она была совершеннейшей красавицы как пишет сергей щеглов такое воспоминание когда она прошла как по коридору какой-то из зековского булка с маслом пошла и она была действительно красавица и тут же присмотрелся начальник колонии она стала женой начальника воде значит второй сын родился от дочери известного академика казанского и он взял фамилию деда ты сейчас это академик директора института лингвистики николай николаевич казанский это наша квартира на алтайской вот кабинет мне кажется чего стол который до сих пор вот жив брата находится это квартиры которые получили по ходатайству марита сергея нашелиняна опять же которая была просто ангел-хранителем нашей семьи значит потрясающая тоже история то что 10 марта ночь под новый год был освобожден николай александрович из тюрьмы лубянки а 10 марта то есть через два с небольшим месяцем он защищал уже докторскую диссертацию ленинградского университета а собственно содержание диссертации я подскажу во второй части реабилитация произошла частично пятьдесят седьмом потом пятьдесят восемь полная произошла пятьдесят восьмом году в связи с этим и было возвращение пулково до пятьдесят восьмого года он не мог там быть поэтому он работал под начальством шайна в крымской астрономической обсерватории пятьдесят седьмой здесь может быть не совсем верно пятьдесят восьмой восемьдесят третий год может быть я не прав что вы уже сейчас 57 вот тоже замечательный автограф марита шабинян то до публикация с которой начались новые неприятности николай александровича статья время с большой буквы здесь автограф можно прочитать она другу написано здесь написано внизу вот если видите после такого здесь статья сильно потрёпана цензурой но все же посылаю на банк ответом на эту статью стала грозная статья трех академиков арсимовича капицы там о легкомысленной погоне за научными сенсациями здесь в основном доставалось конечно шагинян и всем тем кто лезет в физику вообще не имея никакого представления но заодно было указано на то что вообще эти работы чрезвычайно сомнительны с научной точки зрения которые ведет козырь и после этого как пишет владимирский было остановлено продвижение этих работ было запрещено их финансирование запрещена поддержка и в результате в общем не кажется оказался в новой изоляции еще один эпизод жизни который требует в общем особого освещения связано с вот как назвал его рон дойл это председатель геофизического общества америки козырев копер полемика козырева копера о лунном вулканизме эпизод советских американских отношений другая статья называется эпизод холодной войны значит действительно это полемика очень занимала сообщество двух стран по многим причинам в том числе значит вы видите здесь например справка наса о том что видите что после того как советский астроном астроном николай козырев получил спектрограмму эмиссии было решено что проект что рейнджер должен стать значит да на нацелен на изучение альфонсо здесь это справка упоминает ури астронома который был полемики за козырева они переписывались вот собственно статья sky and телескоп пятьдесят девятого года в который впервые рассказывается о том что на юбре 58 года козырев работая в ленинграде на самом деле в крымской обсерватории объявил о том что было истечение газа из кратера прошло 11 лет с пятьдесят восьмого года до 69 эти 11 лет фактически николай сальч провел под обвинением шарлатанстве и много немало но было не открыто она была как бы заувалирована вот так что вообще есть сомнение в том подлинная ли это спектрограмма ну и это я привлечу до 69 до 62 когда что к этому году подтверждение пришло не было получено вот им награды медаль а вот сама спектрограмма да вот астрономического общества америки все 9 а до этого вся втором копер снял свое обвинение в том что спектрограмма поддельная он приезжал в пулково этого тоже описывает подробно дадаев как долго копер сидел они уже просто из не могли и ожидая когда он закончит рассматривать через замечательное лицо стекло и спектрограмму прошло наверное около часа потом он убрал свою лупу и сказал ну что ж ради этого стоило пересечь океан он убедился в том что спектрограмма подлинная что интерпретирована она верно но как говорил он не извинился за то что перед этим он практически в письмах астроном открыто обвинял в подделке этой спектрограммы но перестал после этого нет конечно он тут же написал что спектрограмма безусловно подлинная что вероятно это но значит да имела место истечение когда когда вот это награждение шло ведь там почему такая награда высокая была и признана это потому что это единственное материальное свидетельство очень многие астрономы видели фиксировали визуально вспышку но чтобы получить и почему дуэла очень да вот это дуэл который упоминал вы все поможете познакомиться легко с его статьей она входит сборник 2008 года она на английском языке вот но в ней он рассказывает всю переписку с кем общался значит здесь кто из наших советских астрономов давал вот такие негативные заключения которые позволили дуэлу предполагать вы позволили коперу предполагает подделку и так далее и он говорит в том числе о каких-то фразах копера совершенно немыслимых отношений к козыреву так что вообще это вся эта мыслительная акробатика которой занимается козырев это для того чтобы привлечь к себе внимание потому что человек пострадал при Сталине он теперь он чувствует себя взорваться вот такие психологические изыски значит это все он там приводит ну конечно после того как подтвердилась подлинность какой-то полностью пересмотрел сводочкой вот портрет здесь это передавить то есть чего я начал портрет никого и санчева тот ведущий дегтярь из программы действительно часть человека портрет скаченко который висит у входа в музей блузской обсерватории сейчас ну и последнее чем я хочу закончить тоже люди которые были близки никогда еще перечисляя их надо упомянуть вознесенского вы видите его своего автографа который пишет козыреву великому открывателю истины от автора вот этот сборник этажных дел мастера он во многом вдохновлен знакомством с козыревом вы знаем наверное многие стихотворения его живите не в пространстве а во времени например это полностью на идеях николай санчев есть русская интеллигенция стихотворение посвящена николай санчетов и так далее там четыре стихотворения по крайней мере на прямое время вот здесь нужно обязательно упомянуть вихтера васильевича насонова который в течение 20 лет был соратником николай санчев совершенно удивительная история будучи руководителем главным инженером крупного предприятия промышленному каждый день после работы в течение 20 лет ехал узкой обсерватории помогал в постановке опытов совершенно безвозмездно и умер сразу же после завершения подготовки архива николай санчев для сдачи его то есть для сдачи в архив документов николай санчев здесь нужно упомянуть шахабалова здесь мы видим фотографии николай санчев середине насонов и архив семенов шахабалов который тогда еще молодой человек он занимался механикой и потом после смерти николай санчев это главный продолжатель развития его идей в области теоретической физики и сложного и выбора да здесь нужно упомянуть павла и санчев змыкина который создал замечательный фильм звезда козырева который мы находим по этой ссылке вы видите что он тоже уже ушел из жизни достаточно молодым человеком вот павел александрович его статья есть тоже в сборнике он описывает как подошел козырь как он решился вы они спорили молодые люди тогда физики говоря о том что вы знаете если такой козырь в который всякие небылицы плетет как бы сейчас говорят среди по-моему на молодежном языке они слабо подойти к нему и вот он решил подойти и сказал николай санчев вы почтенный человек а зачем вы морочите голову людям на что значит то сказал а что вы читали мою работу гряда читал как интересно давайте вместе попробуем эксперимент поставить в общем павел полностью пересмотрел сразу отношение к нему и довольно интересную статью написал о своих попытках продолжать эти опыты здесь конечно мы должны упомянуть михаил владимирович вороткова удовольствие мы имеем сегодня его здесь есть а здесь на фотографии совсем еще молодой человек в крыму там же где проходили основные исследования вот не знаю каждый раз что за дама дама участие это да 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 вы уже были ассистентом да и вот последняя фотография с владимирским сейчас ведущий сотрудник крымской обсерватории тогда еще есть тоже молодой человек с супругой вот и здесь я последние декады потому что я хотел бы в том числе и цитаты его закончить мое это выступление в статье тоже библейном сборнике владимирский так и его заканчивает такими словами в научной судьбе николай санчук озарева эпоха запечатлена так глубоко рельефные страшно как и никакой другой даже на фоне предельно драматических судеб представители российской научной элиты ушедшего века братьев мобиловых тимофеева рисовского еще многих и многих других жизненный путь николай санчика выглядит как-то совсем по-особому может быть он одна из самых трагических фигур отечественной науки 20 века ну вот и я добавил бы к этому что конечно судьбе николай санчика отразилась не только трагичность но и величие той эпохи величие тех идей которые в те годы продуцировались наше спасибо